О какой стране и каком лидере идет речь, Тукаев не конкретизировал. И, как нам кажется, вряд ли это президент экваториальной Гвинии, которая на сегодня держит пальму первенства по срокам управления страной, находясь у власти целых 43 года, хотя, возможно, и он тоже. А вот президент России Владимир Путин в пятницу присоединил к Российской Федерации четыре украинских региона. Президент Украины Владимир Зеленский попросил ускоренно принять его страну в НАТО. Аналитики говорят об эскалации конфликта и возросшей ядерной угрозе. От одной только мысли об этом становится не по себе. На фоне этих глобальных вызовов Казахстан решает проблему с релакантами. Местные люди в регионах и в столице отнеслись к приезжим по-человечески, разместили где могли, накормили и не дали замерзнуть. Наверное, потом в учебниках про это напишут, проявили гуманизм. Мнения, конечно, звучат разные, но в основном люди остаются людьми, проявляют благоразумие и даже сохраняют чувство юмора. Это важно. Вот, например, в четверг, когда в Джисказгане приземлился российский космический аппарат, на борту которого с МКС вернулись российские космонавты, социальные сети отреагировали шутливо, мол, россияне к нам уже с неба падают. Но, если говорить серьезно, происходящее требует не только гуманности, нужны ресурсы, организованность, готовность, инфраструктуры. Казахстан ведь не Германия, годами принимающая мигрантов. Не все получается сразу, но экзамен на человечность мы сдали. О том, как принимают бежавших от войны, в материале Алии Букеновой. Я не хочу воевать никак. Я не хочу убивать людей, ломать им судьбы. Мы с женой никогда не поддерживали то, что происходит у нас сейчас на родине, и нам очень тяжело. Все меняется каждые 10 минут. Думаешь, чего дальше. За 10 дней, прошедших после объявления в России частичной мобилизации, Казахстан с его девятой в мире территории превратился в огромный перевалочный пункт и прибежище для спасающихся бегством россиян. В рюкзаках только самое необходимое, собранное наспех, документы, пауэрбанки и теплые вещи. На границе и в цонах очереди, жилье и гостиницы на расхват. Только по официальным данным МВД Казахстана с 21 сентября в республику прибыло около 100 тысяч россиян. 64 тысячи транзитом отправились в другие страны. Первую волну мигрантов приняли приграничные с Россией области. 16 тысяч человек прибыли в Уральск. Волонтеры помогали не замерзнуть, людей буквально забирали с улиц и размещали в кинотеатрах, торговых залах, кормили и поили горячим чаем. Ребят, вот на вокзале находимся, вот здесь прямо перед вокзалом. Вода, постельное белье здесь, сим-карты есть, кому что надо, какая-то помощь. Мы приезжали в ночь суббота на воскресенье, нас семья казахская приютила. Хотел сказать огромное спасибо казахстанцам. Семья Кузнецовых из Сибири тоже оказалась в числе релакантов. В Казахстане нашлись друзья, протянувшие руку помощи. В интернете ведут переписку с собратьями по несчастью, с теми, кому тоже пришлось покинуть родину. Встретили хорошо, у меня здесь близкий друг, сосед, он здесь проживает. Арман, спасибо, что встретил меня. Нас приняли хорошо друзья, они сразу начали помогать что-то предпринимать какие-то. Но также в интернете ходили, что люди ждут даже на вокзалах, приезжих, предлагают покушать. Отношения к прибывшим разные. Кто-то считает их предателями и трусами, кто-то в лоб спрашивает, Крым чей. Но большинство проявляет понимание и гуманность, помогают, чем могут. К этому казахстанцев на неделе призвал и президент Токаев. Казахская поговорка гласит, добрые отношения с соседями – залог спокойствия. Самое главное, чтобы мы сохраняли согласие с соседними странами. Мы от этого ничего не потеряем. Последние дни к нам приезжают много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры. 27-летний москвич Дмитрий уезжал из России в полную неизвестность. Успешная столичная жизнь поменялась в одночасье. Слова казахского президента его обнадежили. Президент, ну, с учетом того, что, не знаю, насколько там, вроде, объявлял о том, что все будет хорошо. В плане не бояться приезжать, только кто хочет приехать. Ну, немного успокаивает, как минимум. С момента начала прибытия россиян в Казахстан прошло уже больше недели. И сейчас все те, кто прибыл в нашу страну и планирует пробыть здесь некоторое время, идут в центры обслуживания населения для того, чтобы получить ИИН. А таких, конечно, немало. Чтобы как-то ускорить процесс, прежние отделения работают в усиленном режиме, а также открываются новые. Мы решили посетить одно из них. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой это у вас человек по счету? Ну, примерно. Примерно сотый, может, чуть больше. Ну, примерно так, сотый. А работаете до скольки? Как обычно, до 18.00 или же до поздно? Сейчас до последнего клиента, до последнего обслуживания. Каждого обслуживаем до конца, до последнего клиента. До 7 примерно. Да, до 7. Все успеваем, все по-быстрому, всех отправляем. Каждый человек принимает по 3-4 минуты. Казахстанские ЦОНы сделали все возможное, чтобы облегчить процедуру получения ИИН. Теперь сюда не нужно приходить дважды. Присвоенный код приходит на телефон. В столичном дворце Жастар особых заминок в работе ЦОНа не чувствуется, несмотря на то, что в день приходится обслуживать до 3 тысяч посетителей. На усталость никто не жалуется. Хотя, понятно, устают. Как вы видите, здесь просторно уже. С двух сторон места для ожидания. Также на втором этаже мы организовали холл для ожидания, где также оборудовали уголок, где чай, кофе, горячие напитки. Все там предоставляем абсолютно бесплатно. За время ожидания своей очереди россиянин Константин Гилко рассказал о том, как его жизнь разделилась на до и после. Молодой человек приехал в Астану, оставив в родном Калининграде родителей, двух сестер и невесту. Это спонтанное решение далось непросто, но убивать людей еще сложнее, признался Константин. За время нахождения в Казахстане я еще ни разу ни одного плохого слова ни в свой адрес, ни в адрес друзей, с которыми я скайперировался, мы не услышали. То есть в основном это сочувствие, поддержка. Вот даже здесь мы находимся, волонтеры организовали нам еду, чай горячий. Это очень трогательно. Слово однозначно это Рахмет. Спасибо на казахском. Несмотря на то, что страна впервые переживает подобное, уверенности властям придает то, что многие вопросы уже давно прописаны законодательно. Например, правила экстрадиции. В страну приехали россияне, которые не получали повестки военкомата. Следовательно, оснований для привлечения их к ответственности за нахождение в Казахстане нет. Военкоматы, если будут искать, это не является правовым основанием для их выдачи. За последние дни сентября, по данным статистики северных соседей, из России выехало более 200 тысяч граждан, половина из которых прибыла в Казахстан. В отечественном Кабмине признают, инфраструктура испытывает давление. Люди приезжают, но это временная проблема. Многие из них покидают Казахстан и отправляются в третьи страны. Поэтому эта ситуация временная. Конечно, у нас есть давление на инфраструктуру. Мы решаем этот вопрос. Эксперт Сапарбай Жубаев, несмотря на сложность момента, пытается мыслить рационально. По его словам, изменения произойдут в большей степени на рынке труда. Приехали люди высококвалифицированные, можно так сказать. Потому что ясно, да, уже низкоквалифицированные работники, они не перемещаются. Они остаются у себя на родине. А вот кто уверен в себя, что на новом месте находят работы, находят свои свои применения, не пропадут. Они с большими деньгами приехали в Казахстан. И у нас рынок труда стал конкурентоповышенным. А это наша экономика влияет только положительно. Алексей Черняев, прибывший в Астану и Зеленоград, намеревался переехать в Казахстан в ноябре этого года. Но путинский указ о частичной мобилизации придал его планам ускорения. Отправиться за границу пришлось с одним рюкзаком. Призывая проявить гуманность, Касымжумар Токаев подчеркнул, что никаких особых условий приезжим не предоставит. И Казахстан, решая проблему, будет исходить из своих собственных интересов. Это стратегическая линия, и ее неукоснительно будут придерживаться. Но сейчас больше приходится принимать тактических решений и действовать по ситуации. А она меняется быстро.